всем привет мои хорошие и сегодня мы с вами будем готовить тесто на хачапури и вообще тесто на пирожки на все мне многие спрашивали на и подписчицы и что я с какими дрожжами и все я объясню как я это все делаю я пользуюсь вот такими турецкими подражьями и это значит они такие сейчас я покажу что я буду с ними делать бросаю в миску так вот эти дрожжи вот эти дрожжи я их значит размяла и бросила в миску залила теплой водичкой смотрите они так хорошо и добавила еще чуть-чуть сахарку маленькую чайную ложечку смотрите хорошо размешала их видите хорошо размешать надо их потом что надо сделать вот значит и добавлю ложку муки и просею сейчас у меня всегда просеиваю муку и так кладу в этот раз я переложила переложила пересыпала муку не просеиваю придется сейчас так делать все отдельно просею и приготовлю так в общем еще надо водички много налила видите все равно нужно просеивать муку не доверять тесто было хорошая нужно просеять посмотрите конститенция кашицы накрываю ее чистым полотенечком и и оставляю чуть-чуть прийти в чувство так мои хорошие я приготовилась всегда пользуюсь перчатками и одела фартушек волосы у меня видите видите мои волосы вот видите у меня волосы у меня убраны ничего не упадет все как положено так камеру настроила надеюсь вы все видите так теперь посмотрим что творится у нас под полотенечком так булькать уже начала вы видите уже булькать начало уже ожили эти дрожжи что мы делаем дальше сейчас я сделаю чуть-чуть побольше тесто чем обычно пускай будет тесто потому что сейчас если что и хлеб смогу сделать и все могу сделать с этим тестом так вот смотрите у меня литр теплой воды значит сделаем так прежде всего я пользуюсь вот таким терияги маргарин хороший еще есть безим я сделаю вот побольше кусок я его выложила с холодильника и она у меня мягкая смотрите мои хорошие вот такой наверно грамм 150 маргарина так 2 яйца тесто много эти яйца я не выбрасываю я делаю удобрение для цветочка в воду опускаю безотходное производство растительное масло полстакана растительного масла полстакана растительного масла знаете что я раньше пользовалась молоком но не стоит делать молоко это если только на хачапури а остальных выпечках не так уж это хорошо и теперь я беру вот это литр воды и естественно размешиваю наш маргарин пускай будет литр воды все хорошенько помешиваю размешиваю так и что хочу сказать вам беру значит все на глаз наверно пол ложки будет столовой ложки все размешиваю и муку я просеяла покажу вам сейчас муку просеяла муку все равно нужно просеивать хотя копишут высшая проба вы уже будете спокойны что у вас будет все вкусно чисто так и начинаем начинаем добавлять муку сначала много как всегда вы уже знаете как это делать просто у меня попросили многие напишите ваш рецепт поделитесь вот делюсь сами мои хорошие я уже приблизительно знаю сколько муки пойдет так чтобы чувствую такое у меня выходит сдобное тесто на литр воды муки пойдет много еще хорошо запас есть когда тесто делаешь вся квартира муки вся кухня мне кажется два кило здесь муки у меня точно было и вот все пойдет это знаете что перчатках я так приловчилась потому что не прилипает к рукам там распечатку потом выбросила и с ногтями с маникюром ой как пахнет уже приятно так что сами должны почувствовать сколько ваше тесто пока не будет от рук отходить это тесто вот тогда она и готова перчатки большие конечно литр воды много очень понадобится зато будет много теста она тепленькая так кстати вот это дрожжи очень хорошие до полного вымешивания так мои хорошие я закончила видите уже мое тесто готово сейчас все дело за ним как оно поднимется спортошка зря не помогает вот видите какой она сейчас она прямо дышит она очень у меня вышла какой вышла она у меня сдобная так ну что все закончили мы последние штрихи так еще значит посыплю мукой смотрите сколько муки у меня вышло видите была горка сейчас вот осталось так так ну что накроем нашим одним полотенечком и будем ждать когда оно подойдет сейчас прошло где-то полчаса сорок минут и посмотрим на наше тесто вы видите сейчас его снова посажу тепленькое оно такое сейчас я его снова посажу и можно использовать потом оно подойдет и можно его использовать в приготовлении пользуйтесь моим рецептом из этого теста можно делать не только хачапури но и пирожки и буреки и разные издобности всем пока пока с вами была Светлана Ата не забудьте подписаться на мой канал поставить лайки или дизлайки написать комментарии и не забудьте нажать на эту кнопочку которая находится внизу под видео подпишитесь на меня тоже в инстаграме с вами была Светлана Ата пока пока